Привет, уважаемые друзья! Перед тем, как поставить мотоциклы на зимовку, снял аккумуляторы, хотелось бы немножко поделиться впечатлениями и поразмышлять. На сегодня Сибир 125 такого мотоцикла уже в магазине, в салоне вы не найдете. Только вторичка. Я так понимаю, это своеобразный ответ. UBR 125, хорошему, легендарному, надежному мотоциклу, на котором ездили там и в Владивосток, и куда угодно, там с Украины, насколько я знаю. В общем, очень такой надежный и крепенький относительно мотоцикла. За малый день. Это Сибир 125, китайская уже. Я японцами не пользовался. Ну и, насколько я знаю, UBR тоже китайский мотоцикл, собранный в Китае. Напишите в комментариях, возможно, до 2009 года в Японии собирали. В общем, ладно. Сибир 125 тоже довольно-таки надежная. Я с Украины, с Днепропетровской ездил в Одессу, в Крым. Никаких проблем нет. Ну и какие могут быть проблемы на таких небольших пробегах? Все-таки Хонда, я не думаю, говно, да, выпускала. Сегодня уже только инжекторный выпускается Сибир 125. Я имею в виду. Значит, какие? Ну, расходники там, тросик, спидометр, больше ничего серьезного. Ну, это не серьезный, в принципе, расходник и есть. Расходники. Только меняем расходники, цепь и так далее. Все нормально. Неплохой аккумулятор стоковый лет пять мне послужил. Вот. Этот мотоцикл по цене, в принципе, близкий. То есть, ну, сколько он там? Ну, чуть больше, там, полторы тысячи баксов он стоит. Ну, здесь уже инжектор и, в принципе, багажная система развита. То есть, мотоцикл относительно этого заряжен. Ну, в принципе, друзья, по надежности, я думаю, что это плюс-минус одинаково. Хотя, конечно, Сибиху-то я уже юзаю лет семь. Этот мотоцикл взял бэушный. Пока к нему вопросов никаких нет. Но, в принципе, мотоцикл уже видал виды. И, насколько я знаю, по словам хозяина, это тоже никаких проблем. Да и с этими мотоциклами вообще, у кого не спросишь, проблем ни у кого нет. Пару там было моментов, что-то выскакивали относительно серьезные, касающиеся двигателя, поломки. Но это очень большая редкость. В принципе, ну, естественно, я не сравниваю, да, качество Хонды или Фана. Тут проверка более серьезная, да, мотоциклов мы понимаем. Но, по факту, мы получим, тут тоже есть металл в некоторых местах хреновый, то есть гнется. Вот, и на руле есть некоторые моменты. То есть, в принципе, основные части ответственнейшие, да, движок там, трансмиссия, здесь то же самое, все нормально. Да, единственное, конечно же, никуда нам не уйти от люфтов, да, традиционных. Вот, китайского вот такого, ну, огромных таких люфтов, таких вещей, да. К этому я никак не могу привыкнуть. И когда уже привыкаю какое-то время, пользуясь, там, дальнячок куда-то поеду небольшой, сажусь на этот и что-то непонятное, да, уже привык к этому. Да, я с ребятами, кстати, об этом говорил. Вот Антон, он пользуется Зоншином довольно давно. Ему тоже нравится уже с люфтом. Относительно, давайте поговорим, вещей, касающихся дальняка, да, например, свет. Свет и там, и там говно. То есть, казалось бы, Хонда, могли бы что-то поставить диодное сюда, а нет, нифига. Тут галогенки, тут стоят, кстати, сколько я понимаю, диоды, но тоже так хреновенько довольно-таки. Сейчас вышла моделька КП-Т400, там уже все эти минусы доработаны, но он действительно, мотоцикл уже серьезный для дальняков, но и стоит он, я так понимаю. Машинка серьезная. Вот я снял аккумулятор здесь и здесь тоже. Вот, касательно посадки в дальнячок, на этом мотоцикле хочется ехать дальше. Здесь седуха обеспечивает ощущение в первую очередь. Здесь седуха мы видим, то есть участок для водителя, он поуже. А пассажирскому поудобнее. Но, честно говоря, можно сместиться, что я и делаю обычно жопой сюда-назад, и уже как-то полегче. Но все-таки седухой для путешествий, конечно же, я не назову. Здесь ситуация лучше с седухой, довольно-таки широкая. Для пассажира здесь гораздо хуже дела. Мы видим здесь сужение, то есть это такой дизайн, но мы понимаем, что жопа у нас здесь, а не здесь. То есть, можно сидеть головой туда, в дальняке. Значит, друзья, если размышлять о покупке, о выборе, ага, запись идет отлично. Бывает, вырубается, у меня камера уже старенькая, сонька. Короче, если говорить, это или это лучше, и какой вообще, нафига два мотоцикла? Да, я прихожу к выводу, что два-то и по гаражу ходить не так удобно. Вот. XR-150. Это вариант, который, в принципе, ну, что мы рассматриваем, да, какую тягу, да, ускорение, динамику. Не тут, не тут ее особо нет, да. Здесь, когда я сажусь уже, чувствуется велосипед, ну, тоже какие-то, вот, теплые у меня ощущения. Во-первых, он неприхотлив очень и надежен. Несмотря на то, что проехал уже, там, тысяч 30, все равно больше у меня к нему доверия. Хотя, бывает, что он там глухнет, там, может, карбюратор, что-то здесь, ну, более сложная система инжектора. Если что-то навернется, я не знаю, что-то делать. Недавно был случай, короче говоря, вот здесь есть стоп-двигатель, да, кнопочка. Ну, я, короче, включил нечаянно и волок мотоцикл там до заправки, думаю, Саша, привет, мы с тобой гуляли. Сопровождал меня. Думал, все, короче, накрылся. Только взял, взял буш на его и вот такие дела. Ну, что хотел сказать, XR-150, в принципе, он покроет требования максималки, то есть крейсерской скорости, сотку можно там держать. Здесь то же самое, там, вот, двухсотка, да, ну, тут багажная система, друзья, вот это вот, конечно, момент такой. Ну, и все-таки XR-ка я смотрю на вторички, а я сейчас рассматриваю только варианты с вторичкой, потому что брать новым, там, мне кто-то говорит, да, надо брать только новые китайцы. Ну, смысл такой. Это тоже китайцы, это все, ну, ты же берешь уже процентов на 30-40 дешевле даже, поэтому просто надо, смотри, состояние, может, человеком попользовался месяц и продаете. Что и получилось у меня вот с этим мотоциклом. Я ее взял за 12500 гривен, в 12-м году, с пробегом 19 километров, ребят, мне просто повезло, там парни скинули в группу. И он меня уже возит, ну, вот сколько, с 12-го года. В последнее время, конечно, я редко езжу на нем, вот, вообще на мотоцикле редко езжу на электровелике, просто на велике. Ну, а этот для дальняка просто хотел, понимаете, тут-то этого всего нет, да и крейсер. Ну, честно говоря, если сделать на XR-ку вот эти вот дуги, все, то лучше, наверное, будет, ну, то есть, более проходим мотоцикл, вот, и поставить там какие-то сумки или багажную систему вот такую. Ну, тут все продумано просто, чем классно, что это все снимается, и сама багажная система уже интегрирована сюда, то есть, внедрена как часть общего и дизайна, и конструкции, то есть, не надо ничего мудрить. В принципе, так это самостоятельно колхоз получился. О, цуцик, что скажет, дополни обзор. Одна из них меня укусила, когда я тут катался, просто вот так вот на крысу подбежала без предупреждений, без лая, раз и все, как такой удар был зубами, зубы сточенные у стариков этих уже. О, сытно мотоцикл, молочила. Ну, все, пошел нахер отсюда. Вернемся к обзору. Короче, 150-ка, друзья, по цене, она где-то полторуху стоит. Ну, конечно, и этот можно легко взять за полторуху. Ну, как бы двухсотка уже, да, багажники есть, все, ну, я имею в виду уже с багажной системой за полторы. Взять легко можно. Надо мониторить зимой, то есть уже, в принципе, ну, как бы и лучше, да. Ну, с одной стороны, лучше, но все-таки Honda, ребят, все-таки эндурик, легенький. Этот тоже по весу, кстати, тут 125 килограмм, здесь где-то 150-160 мне, пацаны, писали там. Это уже для меня, допустим, тот предел, тяжелее мотоцикл уже хреново. То есть вот XR-ка 150-ка, вот этот уже тяжелее. Вот такие мотоциклы для меня, да, я просто, как мы с Ваней ездили, у меня есть пару там мотопутешествий на канале. То есть мы заезжали, ну, чуть-чуть свернуть украинские дороги, чуть-чуть ты свернул в кусты какие-то, все, уже надо вволокти мотоцикл, на себе там поднимать, потому что некоторые вот выпускают КПТ-400, он 200 килограмм весит. И Энцеха тоже, Honda, 200 килограмм. То есть, ну, были бы деньги даже на Хонду, я не знаю, зачем мне этот мотоцикл. Ну, до 200, да, один там, по-моему, 180, второй там 200, что-то такое, неважно, точно не помню уже, как бы волна прошла от этих всех интересов, да, этой модели. Ну, во-первых, Энцеха там имеет довольно-таки низкий дорожный просвет. И с пассажиром это там очень низкие цифры. Для наших дорог не годится ходят следы, кабелька. Вот, поэтому это, в принципе, порог. Из того, что сейчас существует, в принципе, я же рассматривал Лося 300-го, Эндурик вот этот. Но он высокий, там 910 по седухе не годится. Никакой багажной системы, ну, и максималка там. То есть, 300-ку брать, да, ну, 300-ка уже тоже тяжеловато, 160, а при этом высоте, при этой 920, для меня это хреново. То есть, я 180 сантиметров, там, 179, кто-то настаивает даже. Для меня это, если какая-то ямка, я еду, и какая-то ямка, а там обрыв, допустим. Я ногу поставил, и нога не дотягивается, могут проблемы быть. Вот, нужен мне, допустим, 860, там, где-то вот так вот. Вот, Шина Реев там куча всяких, еще Кови там есть. Я не стал что-то Кови-то брать. Думал, Лифан, просто проверенный уже мотоцикл относительно моего друга Лифан. Ваня, привет тебе. Вот. Хороший, в принципе, мотоцикл. Но я говорю, я бы взял себе, вот, вместо двоих, в принципе, ну, тоже, два, тут свои приколы. Это, допустим, легенький мотоцикл, ну, как прогулочный, он меньше кушает, все-таки меньше. Я заметил, этот мотоцикл немного прожорливый. И здесь, ну, 2,4 может быть, вот такой пробег, расход. В X-R-ке такие же показатели. То есть, в плане экономии эти два мотоцикла лучше. Ну, а так, ну, тут, понимаете, еще и дуги, дуги. Все же это, если по чуть-чуть пособирать, мы получаем за полторы штуки мотоцикл с ништяками, которые стоят в целом где-то баксов так 500-600. Ну, наверное, может, я преувеличил, конечно, но баксов 500, да. Вот эти все вещи там, и дуги, я имею в виду. Вот. Центральная подножка. У X-R-ки все-таки ее нет. Вот эти ништячки там, зарядочка, да. Всякие там, ну, дополнительный свет хоть какой-то там есть. То есть, по чуть-чуть собираются. Поэтому тут надо думать, что ты хочешь. Или хонду себе, типа, чистокровную, хотя и китайскую. А, тут подсоса ж нет никакого уже. Все. А на X-R-ке подсос, допустим, надо внедряться в самые кишки вот сюда. На Сибихе подсос вот тут. Все близко, хорошо. Вот тут регулируются, как обычно, у нас обороты все. А в X-R-ке надо лезть для подсоса, для того, чтобы завести в холодное время внутрь. То есть, кто-то говорит, что X-R-ка, она длиннее. То есть, и ей хуже управлять немножечко. Ну, за счет ходов подвески чуть-чуть побольше, чем в Сибихе. То есть, Сибиха, в принципе, мотоцикл это для города. Больше он более удобен. И есть сейчас людей, говорят сейчас, что он качественней. Качественней собраны, чем X-R-ка. Вот такие дела. По резине стоковой тут все хорошо. То есть, можно брать там уже с нормальным пробегом этот мотоцикл. Не бойтесь, у меня резина стоковая до сих пор стоит. Стоковая. Ну, тысяч 30 уже точно есть. Вот такая. Ну, я в одиночку езжу в основном. Это цепь вторая всего лишь. Вот уже скоро надо менять будет. Вот здесь покажу. Все тут, все нормально. Чуть подтекал он, сопливил после того, как... Ну, я не на сервисе делал. Мне Ваня, спасибо, помогал. Чуть-чуть сопливило. Мы все сделали. Все нормально. Ваня. Все, ребят. Всем пока. Если вопросы какие-то конкретные... Я так поразмышлять вышел, понимая, можно не сильно информативно и прямого какой-то идеи, да. И толку в этом, может говоря, и нету. Ну, вы спрашивайте, если что, скажу вам отдельно, что интересует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!